Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим и заценим машинку ПЗ-5-4. Только обсуждать мы ее будем не как обычно и заценивать будем просто путем того, что запрыгнем в бой. Дело в том, что недавно я снимал обзор на данную машину и сегодня вернулся к ней только лишь потому, что в прем-магазине появилось предложение по покупке данной машинки, я бы сказал, на довольно-таки лояльных и приятных условиях. Дело в том, что данная машинка, стоя в ветке исследования, да, то есть если вы зайдете в веточку исследования к себе, то в любой момент вы эту машинку можете и так купить в дереве Германии. Вот она стоит. И стоит она 2400. Сейчас же машинку предлагают за 2000. То есть уже приятность заключается в том, что если вы хотели себе эту машинку, то сейчас вы можете сэкономить 400 голды. Плюс к тому, помимо самой машинки, в эти два косаря вам положат. Ну, камуфляж, но я, честно говоря, не любитель. Мне лично нравится самому выбирать себе камуфляжик. И тот камуфляж, который у меня одет на машине, мне лично нравится больше. Ну, тут на любителя. Хорошо, камуфляж пропускаем. Есть 10 раз по Х5. И я бы сказал, что это довольно неплохо, потому что не конкретно на ПЗ-шку, а вообще, то есть на любые машины. Я, по крайней мере, здесь в описании не вижу ограничений использования данного улучшения получаемого опыта на конкретно ПЗ. Ограничения такое отсутствует. То есть говорим о том, что это на любые танки. Что касается дальнейшего. Есть вот такая вот дребедень, открытое все оборудование. Я бы сказал, что это просто приятный бонус. На пятом уровне сравнительно недорого открывать их. Но серебруху вы сэкономите, я так понимаю, приблизительно в калькуляции, где-то в районе от 600 до 800 серебрухи. Я точно не помню просто, сколько стоит открытие оборудования на пятом уровне. Помню просто, что не сильно дорого. Поэтому, в принципе, бонусик довольно неплохой. Приятный, я бы сказал. Есть место в ангаре. Ну, понятное дело, чтобы поставить машину, его не считаем. И есть еще сертификатик на открытие, я бы сказал, на исследование, да, танка пятого уровня. На пятерку накосить опыта не так уж и сложно. Но если вдруг у вас есть сейчас какая-нибудь недоисследованная пятерка, то вы можете использовать туда этот сертификатик. В целом, лишним он не будет. Возвращаемся к самой машине. Скажу следующее. Обзор на машинку я снимал. Вместе со всеми техническими характеристиками. Под заценивание там ее в бою, обсуждение всех мельчайших подробностей. Короче говоря, кого интересует конкретно обзор на данную машинку, вот здесь сейчас сверху появится ссылочка на обзор. Можете посмотреть видосик, ну и, соответственно, заценить машинку по ТТХ. А мы сейчас просто отправляемся на данной машине в бой, для того, чтобы посмотреть, как она играется сейчас. Сейчас в рандоме и сейчас с учетом того, что она стоит сейчас на продаже. Я, честно говоря, иногда обращал внимание, что когда Танчик находится на продаже, он играется немножечко по-другому. Ну, вот можете посмотреть сейчас то, как он будет играться, и сравнить с тем, как он игрался, когда на продаже он не находился. Я имею в виду, не находился на продаже, конкретно в прем-магазине. Итак, ребятки. Ну, сам Боженька, с учетом машины, велел нам ехать на линию СТ. Соответственно, поедем с нашими братцами попытаться продавливать. Не все наши братцы решили так, как я. Ну, значит, так и будет. Значит, будем пытаться либо продавливать, либо сдерживать, пока наши не подтянутся, пока не продавят направление ТТшек. Очень надеюсь, что ТТ сейчас сюда не приедет, потому что будет, честно говоря, ну, прям скажем, не очень приятная ситуевина. Так, ну вот, первый прилет уже есть. Нас сейчас будут зажимать потихоньку. К сожалению, все враги здесь. Так, надо откатываться, надо прятаться, надо куда-то отсюда свиливать потихоньку, потому что сейчас натолкают. Да, все здесь. Жития нам тут явно уже не будет. Явно нас сейчас разнесут. Но будем держаться, как я говорю, до последнего патрона. Жаль, очень жаль. Данный союзник нам там был очень даже кстати. Движение невозможно. Это не очень хорошо. Ну, тогда поехали, раз движение уже возможно. Так, хорошо, держимся. Пока, ребят, держимся, главное не подлазить под КВ-2. Вообще чудом повезло, что он меня не вынес. Прям таким чудным чудом. Так. Прорываются, братцы, здесь. Не очень, конечно, хорошо. Ну, давай, 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 отъедь. Ай, блин. Вот это ты, конечно, подпортил немного ситуацию игровую. Можно было сейчас его добрать. Ну, давай, показывайся. Убегаем. Однозначно убегаем. Так. Ох ты, прорвался таки. Вот засранец. Ладно, ребят. Ну, вот пробили, как пробили. Согласитесь, в принципе, машинкой танковать можно. Хотя передний бронелист верхний пробивается. Бочинка шьется вообще на ура. Ну, прям совсем на ура. Вообще машина очень неплохая. Отыгрывать ею от башни. Досматриваем бой. Закатимся обязательно сейчас еще в одну каточку. Ну и, соответственно, заценим обязательно с вами результат данного боя. Хотя бой явно проигрышный для нас. Итак, друзья мои, закончили бой поражением. 1030 единиц урона. Давайте будем говорить косарь урона. 25 тысяч за проигрыш. Это с учетом того, что мы не получали никаких, да, там, медалек, ничего. Вот просто серебруха, да и серебруха. Единственное, что стоит отметить, у меня включен прем. А значит, с премом 25 косарей. Без према 16,5 косарей серебра. И что касается нашей результативности, второе место по урону. Запрыгиваем сразу в следующую каточку. Сыграем еще один бой. Посмотрим на результат, каким бы он ни был. Я снимаю исключительно честные обзоры. Без вырезок, без склеек, без дублей. Без попыток показать машины в какой-то прям той красе, которой машины не обладают. Вот как танк играется, так я его и показываю. Параллельно с тем, пока нас забрасывают в бой, пользуясь свободным этим временем. Хочу попросить каждого из вас по возможности подписаться на канал. В правом нижнем углу есть желтый шильдик. Я вам буду безумно благодарен за поддержку развития моего канала. Без ваших подписок, без ваших лайков под данным видео. Без ваших комментариев и вашего субъективного мнения по поводу конкретно данной машинки. Каналу не существовать в нормальном виде. Ну и очень сложно будет, безусловно, конкурировать с теми ребятами, которые тоже делают обзоры. Я надеюсь, что я все-таки качественно отличаюсь от них, безусловно, в лучшую сторону. Спасибо вам большое за благовременно, за поддержку. Итак, ну что, ребят, поедем потанкуем еще чутка. И успели спрятаться. Это уже хорошо. Точность орудия меня, ну, настолько всегда радовала. А вот УВН, честно говоря, немножко грустная у данной машинки. У ВНчиков мне, честно, всегда как-то вот не хватало. Но в целом играбельно. В целом крайне приятно, крайне играбельно. Мне всегда нравилась данная машина. Кто не знает, у меня на канале есть целый плейлист, который называется «Премы из веток». Там есть обзоры на премчики, которые вы можете приобрести в любой момент в дереве исследования той или иной нации. Ну, то, о чем я говорил, что данная машина может быть приобретена вами, если у вас ее нет, безусловно. За 2.400 прям в любой момент бери не хочу. Ну, а что касается других танчиков премиумных, их приходится выжидать, когда они появятся на продаже в магазине. Так вот, в плейлисте по поводу премов из веток у меня есть обзоры на все пятерки. Посмотрев эти обзоры, вы сможете принять для себя решение, какая машинка для вас является самой интересной. Если вы не хотите дожидаться выкладки машины на продажу в магазин с какими-то там плюшками и скидками, готовы купить машину сейчас. Ну, соответственно, можете заценить машинки такими, какие они есть и, соответственно, понять для себя, какая машинка для вас наиболее интересная, за которую вы готовы отдать ту или иную сумму золотишка кровного. Так, ну вот эти братцы, конечно, блин, не сильно меня радуют здесь своим присутствием. Помогайте, что ли, я не знаю. Два ТТ, я же-то сам, блин, не выстою как-никак. Так, ну добрать бы тебя. Есть. Ну и теперь остался Арл. А он уже и не остался. Итак, ребят, закончилась вторая катка. Два уничтоженных противника. Я думаю, что урона мы накинули чутка побольше, чем в предыдущем бою. Мы накинули 1440 единиц урона. Знак классности первой степени. По результатам серебрухи. Давайте будем смотреть. Вот опять, да, с учетом према. 41 косарь. Но это учитывая то, что мне пришлось использовать голдовые снаряды. Поэтому, ребят, ну, сделайте скидку на голдовые снаряды, да, ну и, соответственно, прикините, сколько плюс-минус с чистоганом бы вышло в целом. Что касается без премиум аккаунта, 25 косарей. И честно, мое скромное мнение, для пятого левела это довольно-таки даже неплохой фарм получается. Ну и машинка в целом играбельная. Не имба, ребят. Не путайте имбу прям вообще какую-то суперскую с просто хорошо играбельной машиной. Вот это просто хорошая играбельная машина, которую я рекомендую вам приобрести, если вам заходит стиль игры, который необходим для выкатывания данной машины из ангара в рандом. И это был честный максимально обзор на данную машинку без рекламы. В любом случае, то, что стоит отметить по предложению, которое есть в магазине, еще раз. Если вам нравится ПЗ-шка по тому, как на ней играешь и что ты получаешь от боя, то в любом случае данное предложение вкусное, потому что как минимум на 400 голды дешевле танчик. Ну а плюс еще дополнительные плюшки. Покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Я вам никого не агитирую, мне просто хочется сказать вам свое субъективное мнение, что мне данная машинка нравится. Это одна из немногих машин, которые вы можете приобрести в ветках, которая действительно хорошо играется на пятом уровне. На данный момент у меня все. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал по желтому шильдику в правом нижнем углу. Я вам буду безумно благодарен. А еще обязательно приходите на стримы, где мы катаемся во взводе абсолютно бесплатно, общаемся, веселимся, ну и, как мне кажется, качественно проводим свой досуг. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.